Здравствуйте, друзья, с вами Вула на ваших экранах Парагон, и сегодня мы посмотрим колоду на Дронго. И также эту колоду можно использовать на любых других керри дальнего боя, таких как Сойка, Мёрдок, Твинбласт и Грим. Она для них отлично подходит, это будет замена той колоде, которую я выпускал раньше на керри, которая качалась через крёстную. Да, она была прикольная, она была стабильная, то есть не сказать бы, что она была прям-таки дикой имбой, но зато она стабильно могла убивать противников. Сейчас же стабильно помогает мне убивать вот эта колода, я знаю, она была и до этого, но мне раньше нравилось играть с той колодой. Итак, что у нас тут есть? Выбраковщик, карта для начала, которую мы берём. Далее можно вначале ещё взять подрывника и, допустим, ещё одну очко вкачать в живой страж, потому что ещё потом добавив одну очко жизни, мы возьмём себе разогнанного дроида. Отличная карта, которая будет давать и скорость бега, и скорость атаки, но вообще в идеале лучше было бы, конечно, собирать сразу рассекатель брони, потому что без порезки брони керри наносят очень мало урона, то есть пробивание нужно, очень нужно на самом деле. Ещё одна хорошая карта, это нитроускорение, даёт спринт и скорость атаки увеличивает. Золотоискатель. Ну, опять же, как я всё время говорю, золотоискатель это ситуативная карта, то есть её применение оставляет желать лучшего, то есть потому что вы её эффективно можете применить только тогда, когда вас пушат. Нет смысла её покупать, когда миньоны находятся на стороне противника. Ну, точнее, миньоны противника находятся на стороне противника, когда вы пушите, потому что это чревато тем, что вас убьют, и вы просто потеряете 2400 никуда. Разведчик из пустоши. Идеальная карта для любой колоды хаоса, потому что сейчас с инвизом бегает каждая дрянь, короче, все кому не лень. И, не говоря уже о Каларе, который инвиз перманентный. Далее у нас идут такие карты, как Двигатель Ацкого Загорания, тоже ситуативная карта, только для лейта. Тяжеловес, можно быстро собрать, скинуть там всякие вот нитроускорения, вот выбраковщика и повысить себе немного урона. Криты, конечно же, Осколочный Голем. Ну и Вампирский Клинок, то, от чего мы будем, кстати, выживать в этом билде. И вот финальный билд как раз-таки состоит из Осколочного Голема, Вампирского Клинка и Рассекателя Брони. Как раз-таки все эти карты в сумме и дают 25 очков ловкости, то есть 13-7, 20-ка и пятерка от этой. И дальше только 6 очков жизни не хватать будет. По гемам у нас вот какая ситуация. В первую ставим усиленные смертельные удары, во вторую безжалостного для того, чтобы наносить побольше урона, мультивыстрел, разумеется. В третьей, в четвертой, срежение брони противникам на 30%, и критические попадания в последний. Конечно же, куда без критов. Мы же керри как-никак. И в жизни ставим себе в седьмой слот снижение получаемого урона на 10%, потому что мы все равно будем ставить себе вампирский клинок, на него нам 6 очков надо. Ну, подумаешь, подсобираем еще немного, буквально тысячу, и поставим себе снижение урона. И вот такой билд можно использовать на всех керри, и он великолепно работает. То есть, абсолютно на всех керри. И я не хочу рассказывать про Дронго, потому что, ну, персонаж элементарно простой, к тому же был стрим. Если вы хотите посмотреть катки по Дронго, разумеется, зайдите туда, посмотрите. Там все прекрасно видно по нему. Единственное, могу дать небольшой совет по касательной его ульты. Если вы ультой старайтесь не забирать, либо вы ультой начинаете замес и снижаете сразу броню противникам, всем которым попадете. Или же вы в первую очередь настакиваете свою радиацию, и тогда уже, когда у противника меньше хп, наносите вот урон ультой, она срезает броню, и тогда уже взрыв радиации наносит урон дополнительный. Вот только две ситуации, когда вам следует использовать ульту, но ни в коем случае не старайтесь забирать ультой, потому что урона у нее мало, и у вас будет много, скажем так, проблем из-за этого, потому что почти, наверное, в 70% случаев противник будет уходить. Если только у него не совсем лоу хп, тогда это другая ситуация совсем. Но на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Стримы я на данный момент приостановлю ненадолго, для того, чтобы выпустить побольше билдов. И, ребят, не забывайте, у нас теперь в игре нет как таковых билдов на определенного героя, то есть вы один и тот же билд можете использовать на разных героев абсолютно. Поэтому не надо писать там в комментариях постоянно, сделай билд на того-то героя, сделай билд на того-то героя. То есть билды могут относиться ко всем героям абсолютно. То есть даже вот этот билд можно использовать, к примеру, на Серафиме, просто заменив мультивыстрел на вампиризму. Элементарно. Ну а теперь на этом точно все, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и играйте только в хорошие игры.